МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выставка национальных казахских украшений, одежды, предметов быта и искусства состоялась в Дубае, сообщает газета «Казахстанская правда». Организаторами выступили представители Центра национальных ценностей от Басым и казахстанского землячества в Дубае. Экспозиция охватила сразу несколько направлений. Были представлены образцы казахского костюма и ювелирных украшений от лучших отечественных производителей, предметы быта и посуда, а также рецептура и технология приготовления забытых национальных блюд. Гости получили наиболее полное представление о развитии традиционного казахского национального искусства в контексте как современных тенденций, так и веками сложившихся устоев. Большой интерес посетителей вызвал мастер-класс на тему «Значение и смысл казахских национальных украшений». Модниц Дубая не оставили равнодушными традиционные казахские украшения одной из известных в Казахстане компаний, выполненные современными мастерами в лучших традициях национального ювелирного искусства. Кроме того, гостям мероприятия продемонстрировали традиционный казахский костюм и современную одежду в национальном стиле. Гости выставки проявили глубокие познания в области казахского фольклора. Для них был организован конкурс на знание пословиц и поговорок. В этом году октябинец Иван Степовой празднует сразу две знаменательные даты. «Семидесятилетие со дня победы в Великой Отечественной войне и свой 100-летний юбилей», сообщает газета «Экспресс-кап». С 1938 года жизнь Степового связана с армией. «Призывал меня Сарагашский горвоенкомат», вспоминает Иван Ильич. «Наш эшелон сначала добрался до Можайска, затем мы приехали в Минск. Часть солдат поехала в Брест, но я туда не попал, потому что находился в другом вагоне». Так начался фронтовой путь Ивана Степового. Затем он воевал в Западной Украине и Белоруссии, в Польше, на Кавказе и дошел до Восточной Пруссии. Служил Иван Степовой в пехотных войсках, был пулеметчиком, комсоргом полка. В свое время получил из Москвы награду как отличник рабоче-крестьянской Красной Армии. Погибали пулеметчики часто, но Степовой выжил, хотя за годы войны потерял в бою три танковых пулемета. Иван Ильич вспоминает, как приладил к пулемету лыжи, чтобы его было удобнее перевозить с места на место. За ним всегда следовал помощник, который подносил патроны. Их было по 270 штук в одной коробке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стал местной достопримечательностью. Это самый гостеприимный музей Жаркента. В любое время дня открыт для посетителей. Экспозиция, посвященная Орбулакской битве, привлекает особое внимание и взрослых, и детей. Экспонаты для экспозиции, посвященные 550-летию казахского ханства, любители военной истории собирали в окрестных аулах и селах Панфиловского района Алматинской области. Директор музея Айдос Жемпьисов страсть к военной истории превратил в свою вторую профессию. В прошлом учитель истории и географии он собрал исследования известных историков. Впрочем, организация экспозиции не столько дань любви к военному делу казахов, столько стремление наиболее полно воссоздать исторические события и почтить память воинов, сражавшихся за родную землю. В планах сотрудников-энтузиастов музея во время летних каникул организовать экспедицию школьников к местам сражения в урочище Белжайлау. Именно здесь казахские воины решили устроить засаду, чтобы приостановить продвижение 50-тысячной джунгарской армии. 300 воинов на конях спрятались за утесом Кызылкия, а остальная часть рассредоточилась на оборонительном рубеже. Тактикой ведения боевых действий был выбран окопный метод. И, кстати, окопы сохранились до сих пор. Хан Жангир, опасаясь открытого военного столкновения с джунгарами, расположил отряд численностью 600 человек на этом самом месте, в ущелье между двух гор, заранее окопав его глубоким рвом и обнеся высоким валом. Протяженность военного укрепления составила 2,5-3 километра, говорит директор музея Айдос Жемпиисов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова